В подвале дома на Комсомольской 11 в Ставрово миниатюрное болото. Не хватает только лягушек. Через дом с момента его постройки в 1991 году проходит шесть транзитных труб. В 2015-м появились первые протечки. В подвале духота и пар. Четыре трубы отопления и две трубы горячего водоснабжения. Две трубы идут полным транзитом и четыре трубы идут нагруженным транзитом. То есть запитывают и этот дом, и следующие дома, которые находятся за этим домом. Хотя трубы питают еще два дома, с проблемой жильцы борются в одиночку, без поддержки соседей. Ведь в их домах сухо, к ним трубы не заходят. Зато здесь, в 11-м доме, из-за проникового эффекта вздувается пол, в квартирах появляется грибок и плесень, трещины в несущих конструкциях. Последние четыре года жильцы устраняют последствия протечек за свой счет. Владельцы труб МУП ЖКХ ежегодно обещают капитальный ремонт. Но ситуация не меняется. В итоге дело дошло до суда. Мы провели капитальный ремонт цоколя и нижних несущих конструкций. Соответственно, вышли в суд с иском о возмещении затрат из-за протечек транзитом трубопровода. Первое заседание состоится 25 апреля. Общая сумма ущерба, нанесенного ТСЖ, составила более миллиона двухсот тысяч рублей. Между тем, жильцы давно предлагают администрации решить дело миром – вынести трубы из подвала на придомовую территорию. Сейчас товариществу принадлежат около 20 метров незанятого пустыря. Сначала в муниципальном предприятии отказались. Не могут везти трубы по землям ТСЖ. Но дело в том, что у нас же не идёт провод к новой трубе. У нас идёт реконструкция. То есть из-под нашего дома, то есть с нашей земли, вынести их опять же на нашу. Только убрать из подвала, чтобы не было парникового эффекта. Вынос труб обойдётся районному бюджету в 3,5 миллиона рублей. Лишних денег местной администрации, как и у самого МУП ЖКХ, нет. Население Ставрова должно муниципальному унитарному предприятию почти 47 миллионов рублей. Другого решения на сегодняшний день найти эти деньги, то есть у меня не представляется возможности. Потому что есть куда их потратить. Есть и дороги, есть и тротуары и прочее. И сам бюджет муниципального образования, он не, извините меня, находится в нормальном дефиците. Единственный возможный вариант – капитальный ремонт транзитных труб, который закончат к новому отопительному сезону. Но это лишь несколько лет спокойной жизни до очередных протечек. Светлана Миронова, Евгения Волкова, Дмитрий Шаталов, Губерния, 33.